Привет, ребята! Меня зовут Воба, вы на канале Instant Studio. Совсем недавно я снял видео для своего второго канала, в нём я рассказал, как я искал свою первую работу, как я работал в контакт-центре, также там в том же видео я поделился своим опытом работы в контакт-центре. В общем, если вас это интересует, ссылка в описании. Поехали! Ну а сегодня я хочу вам рассказать о плюсах и минусах работы в контакт-центре, а также ознакомлю вас с возможными проблемами, с которыми вы можете столкнуться, работая в контакт-центре. В общем, видео должно быть интересным, и я готов начинать. Начнём с минусов, потому что их меньше. Первый минус – это отсутствие свободного времени. Когда вы начнёте работать, у вас значительно уменьшится время на развлечения, на отдых, на личную жизнь, на всё то, что любит каждый. Потому что днём вы будете учиться, вечером будете работать, ночью вы будете приходить, чтобы спать, и чтобы утром снова пойти учиться, работать, спать. И так каждый день абсолютно. Второй минус – это постоянная ответственность и давление от старших. На работе в контакт-центре и на всех остальных работах вы будете чувствовать ответственность и давление. Потому что главные, то есть администраторы будут на вас давить, чтобы вы выполняли какой-либо план, чтобы вы не ошибались, чтобы вы чётко проговаривали скрипт. То есть это тот план общения, который должен быть в каждом разговоре. Вам дают скрипт с одними и теми же фразами, вы их выучиваете и постоянно говорите именно по скрипту. Ну и так далее. Также вы будете чувствовать ответственность, потому что мало кто хочет, чтобы его оштрафовали и лишили части зарплаты. То есть давление и ответственность будут всегда. Третий минус – это отсутствие разнообразия. Одним словом, рутина. Когда вы работаете по скрипту, то тогда у вас постоянно одно и то же. День сурка одним словом. Я работал в домино-списце и в начале каждого общения я должен был говорить строчку «Дя, коми, ещё обрел домино-с, сэ, володэм, отбожайте срубы ты замовлення». И вот это вот каждый раз, каждый раз. Человек сто у меня в день и я сто раз должен проговаривать эту же строчку. Ну и так далее по скрипту. Никакого интерактива, просто ты говоришь одни и те же слова. Это минус. Четвёртый минус – это холодная база клиентов, то есть исходящие звонки. Когда вы ищете работу в контакт-центре, обязательно вы должны понимать, что существует холодная база и тёплая база, то есть исходящие и входящие звонки. Когда вы работаете на холодной базе со исходящими звонками, это значит, что именно ты будешь звонить обычным людям и что-то предлагать. Скорее всего, вы позвоните бабушке, которой 60 лет и пригласите её на консультацию по уходу за лицом. Ей это нафиг не нужно, но ваша цель – её заинтересовать и чтобы она пришла на эту консультацию. А вот когда вы работаете с тёплыми звонками, когда вам звонят, то тогда вам уже не нужно пыхтеть и кого-то заставлять что-то сделать. Человек звонит, чтобы узнать у вас какую-либо информацию, которой вы владеете и которую просто ему скажете. Например, у меня пропал интернет, а вы говорите – перезагрузите роутер, всё пройдёт. Ну и так далее. Ну а теперь мы с вами переходим на позитивную сторону нашей сегодняшней с вами встречи – плюсы работы в контакт-центре. Первый плюс – это постоянный доход и материальная защищённость. Работая на работе, вы будете постоянно получать доход, регулярный доход. Если вы работаете на официальной работе, то вероятность, что вас кинут на деньги минимальная. Постоянный доход сможет вас прокормить, одеть, развлечь, ну и так далее. В общем, деньги никогда не будут лишними, тем более, когда они официальные, постоянные и регулярные. Второй плюс – это постоянное нахождение в социуме, общение с людьми. Когда вы работаете с людьми, у вас появляется возможность общаться, развивать ораторские способности, пополнять словарный запас, изучать людей, их манеру общения, поведение, ну и так далее. В общем, это, безусловно, плюс. Гибкий график и лояльные условия для студента. В основном все сотрудники контакт-центра – это ученики, то есть студенты, возможно, школьники, но это незаконно, ну а также люди, которые не поступили. И так как контакт-центр знает это, он соблюдает гибкий график. То есть, к примеру, если вы учитесь, вы можете менять свой график. К примеру, сегодня у меня три пары, я могу вычесть с часу дня. Завтра у меня семь пар, я могу вычесть с шести вечера. То есть, график абсолютно индивидуальный для каждого, и это один из главных плюсов. Четвертый плюс – это удобное месторасположение. В моем случае офис контакт-центра размещался в очень удобном для меня месте. То есть, мне было легко доехать как с учебы, так и из дома. Так что, когда вы будете искать работу, даже если она вам идеально подходит, но если вы понимаете, что от вашего дома к ней ехать час-полтора, то лучше, мне кажется, отказаться от этой затеи, потому что вы один раз так приедете, второй, третий, четвертый, пятый, неделю, две, но потом вам надоест каждый день ездить по полтора часа на работу, полтора часа с работы, тратить деньги на проезд, с пересадками, в час пик. В общем, лучше, когда работа находится рядом, возле дома. Пятый плюс – вас не видят клиенты. То есть, частичная анонимность. Когда я искал первую работу, я хотел, чтобы работа была не связана с людьми. Я не хотел, чтобы меня видели люди, не хотел работать на публике, хотел, чтобы была анонимность. Поэтому я пошел работать в контакт-центр, потому что я смогу работать, получать зарплату, общаться с людьми, но они не будут меня видеть. Для меня это огромный плюс, и именно поэтому я выбрал работу именно в контакт-центре. Шестой плюс – это физически не сложная работа. Именно физически, морально она сложная, потому что нужно говорить одно и то же, ты не должен лажать, ты должен говорить именно по скрипту, ответственность и напряженность летают в воздухе всегда. Но это несложно, то есть, не нужно носить там, не знаю, чемодан, разрушать поезда. В общем, это несложная работа в плане физическом, но трудная в голове, в моральном смысле. Вот так, ребята, в этом видео я постарался вам рассказать о плюсах и минусах работы в контакт-центре. Опять-таки, работа в контакт-центре – это очень хороший стат для начала карьеры. Также, если вы немного стеснительны, неуверенны, тогда тоже лужите в контакт-центре. Если вы не любите долго стоять на ногах, не любите общаться с людьми один на один, опять-таки, контакт-центр – ваш выбор. Вот. Посмотреть видео о моем первом опыте работы вы можете, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Ну, а на этом как бы все. Большое спасибо за уделенное мне время. Совсем скоро увидимся на канале Инстан Студия, на канале Гураленд. Всех люблю, целую и до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова